Рассеянный стлероз это сильное напряжение внутри. Сильное напряжение. Оно лечится статикой и динамикой. Если он уже лежит и ходит, значит надо длительно спокойно идти, идти, идти. И это приведет его к здоровью. И стоять возле деревьев сегодня тоже об этом говорить буду. Поймите, что иначе нет никаких вариантов. Ничего не вылечит, но это напряжение не снимается ничем, потому что оно находится в психике. Таблетки, вот просто химия, на психику не действует. Даже если, допустим, мы пьем транквилизаторы, они действуют на нервную систему, они затормаживают нервную систему. Но психика человека, тонкое психическое тело, глубже нервной системы. И внутри психика все равно остается напряженной. Даже если человек пьет транквилизаторы, то есть которые затормаживают деятельность нервной системы, психика остается напряженной внутри. Я могу это точно сказать, я свидетелец. У вас вот жар в теле копится. Это так старо здесь. А жар действует на чувства, эмоции. Поэтому вы постоянно беспокоитесь. У вас как бы страдания такие от болезней. Как бы вы это считаете от болезней сына. На самом деле так действует эта энергия старения. И это потом будет приводить к различным другим заболеваниям серьезным, как следующий этап. Поэтому вам нужно статические упражнения и пост по утрам. Пост по утрам на воде освобождает человека от жара, ему становится легче жить. Вечером ванны теплые, приятные. Вода, контакт с водой тоже убирает жар лишний в теле. И так далее. То есть, ну вот вы, мужчина, спросите. А что микрофон-то у нас будет второй или нет? Ну так носите. А у вас микрофон здесь сейчас будет? А у нас так не будет, что кто-то захватил микрофон, взял его. Я сам спрашиваю. Не надо захватывать микрофон, очередь создавать. Вон мужчине. Кто поднимает руку, я того спрашиваю. Садитесь по местам, вставать сюда не надо. Это, пожалуйста, так не надо. Мне здесь не надо базар-вокзал делать, как бы, очередь устраивать. Я так не буду с вами общаться. Делать месяц назад перелом в яхте было, и он забывает долго. Конечно, сейчас проверим. Потому что у вас в ногах скапливается напряжение. Понимаете? Ну то есть, вот оно заживёт, когда вам надо начать ходить длительно и стоять неподвижно. Даже если сейчас вы будете стоять неподвижно и учиться, у вас оно начнёт заживать быстрее. Хотя бы статику включить. Понимаете? То есть у вас всё напряжение в организме копится внизу вашего тела. Это означает, что сейчас пятки, потом колени и так далее. Колезо уже пошло. Потом бёдра пойдут. Потом позвоночник и так далее. Так идёт процесс старения. Потом дальше глубже. Это первая стадия напряжения. Вторая стадия – это артроз. То есть то, что у вас потом третья стадия ещё будет. Это уже спазмы сосудов, нарушение кровопрощения. Там гангрена, гангрена ему отрежет ногу. Вот, понимаете? То есть всё это означает наша жизнь. Вот у меня тоже в теле копится напряжение. Если я не буду делать йогу одну неделю, у меня тело становится скованным. Я когда сегодня упражнение начал делать, сгибаться вперёд, я не мог даже сесть вот так прямо, чтобы ноги были прямые. Через 40 минут я согнулся пополам и достал головой колен. Я расслаблялся, расслаблялся потихоньку и так согнулся. А через 5 дней опять я не смогу вот сесть прямо, потому что моё тело постепенно накапливается, скованно с ним. Так каждый человек живёт. Старость накапливается в организме у каждого человека. И если вы хотите жить, то вы должны делать то, что я вам сказал. Потому что я точно знаю это, я видел на многих людях, как уходит старость. Вот кто из вас начал уже длительно ходить или бегать? Поднимите руку. Вот давно вы это делаете, девушка? А статику делаете? Неподвижное положение тела? Нет. Теперь результат вашего хождения за год. Что вы чувствуете? Вы здоровее стали? Да. Болеть перестали? Да. Видите, человеку легче стало жить. Просто он начал ходить. Если она будет это делать регулярно, увеличивать, ещё стоять неподвижно, то вообще она будет чувствовать себя моложе. Вот кто из вас приходил ко мне на лекции год назад? Вы заметили, что я стал моложе? Заметили? Я похудел на 10 килограмм. И чувствую себя супер. Потому что мне не хватало вот этого бега. Я тоже бегал год назад, но я бегал всего 6 километров где-то. То есть я постепенно наращивал, наращивал всё больше и больше дистанции. Пожалуйста, можно положить кому-то на ЧТЖ вечером ехать, я могу захватить с тобой и завозить. У вас много мест? Три нет. Ну подойдите к ней, кто хочет на ЧТЖ ехать. За чехол? Да, вот она может захватить. Я хочу поблагодарить, когда 9 лет назад начинали с курса на Челябинске. Семья Черных также меня довозила. Спасибо вам, что вы приезжаете, если это возможно. И у нас дела так спутятся, включают опыт там, и есть возможность встречать нашу. Там девушка высокая, которая с микрофончиком стояла, там ушла назад. Где она? Вышёл-ка девушка, которая с микрофончиком стояла. Вы стояли с микрофончиком? Ну идите на своё место, садитесь и будете спрашивать. Это ваше место здесь? Ну а точно ваше место здесь? Ближе, ближе, микрофон. Я хочу сказать, спасибо большое вам вообще за ваши лекции, за вашу работу. А что такое у вас, что эмоции такие идут? Нет, это то, что я на инвалидности, я на демо встречу. А, вот так, я понял. Я не знаю, что я на инвалидности, но я хочу сказать, что я была в вашем церкви. И лепутаты сейчас уже есть. У меня юрист, вот сейчас я начала активно читать молитвы. За три месяца вы стали здоровее. Вот три месяца назад у вас болезнь была сильнее, чем сейчас. Сейчас уже она отпустила вас чуть-чуть, процентов на 20 где-то. Дело в том, что в духовное состояние, скажем, душевное состояние, духовное, изменилось очень сильно, ум, мысли и другие в голове, и вообще это... Ну и тело становится лучше у вас тоже. Я вижу, что тело тоже лучше становится. Какой вопрос у вас? Я хотела спросить, прежде всего, что диагноз, который мне сказали, что это вообще возможно? У вас поражена нервная система напряжением. Такой диагноз. Вот нервная система напрягается, и там идет разрушение в ней из-за этого. Это касается прежде всего головного мозга, глубокой части мозжечок, вот эти вот зоны. Там просто сильное напряжение. Это напряжение началось у вас 9 лет назад, и оно постепенно росло, увеличивалось, и у вас где-то 4-5 лет назад был стресс какой-то сильный, который стал пусковым моментом сильного развития заболевания. Уже все идет восстановление, идет восстановление. Если вы будете наращивать движение, статику, молитвы, все делать то, что вот я вам говорю, вот, плюс с водой надо контактировать вам еще, я сегодня буду об этом говорить, то, да, то где-то через 2,5 года вы будете на 70% здоровее. Еще вопрос из-за отношений. То есть у меня сейчас нет вообще никакой отношений? Потому что вам сейчас не до этого. Вам надо энергию направлять на здоровье. Как только начинается блок взаимоотношений, туда идет судьба, и она отнимает силы. Все силы у вас должны быть на лечение сейчас направлены, а не на какие-то взаимоотношения. Потому что взаимоотношения оторвут силы. У вас сил будет меньше, будете болеть больше. Бог не дает вам этого пока теперь. Олег Геннадьевич, можно несколько других организаций? Так, давайте по-другому начнем. Первое, хотела сказать, пожалуйста, выточним все телефоны в световой режим. Это первое. Второе, просили проветривать помещение во время лекции. Поэтому где-то через полчаса... Не, надо сейчас окна открыть, уже душно. Уже душно, да. Поэтому где-то через каждые полчаса, буквально на 2-3 минутки, будут окна открыты. Не, лучше не так сделать. Лучше открыть их понемножку, и пускай постоянно воздух идет. Вот так, ага. Еще чуть-чуть откройте больше. Да? Хорошо, расставьте так тогда. И то тоже сделать то же самое. Да, поэтому кому-то дует, то есть... Вот так никому не будет дуть, и будет воздух идти. Все, потому что душновато. Да. А третье я хотела сказать. Пожалуйста, занимайте свои места, потому что еще... А, да что-то туда подложить. Да, там продано на одну лекцию, поэтому, например, первый ряд, так, то лучше, чтобы это не было с первым придом, потому что люди будут куда-то садиться. Поэтому просьба большая, садиться на свои места. Зал весь, все клеты проданы, поэтому у каждого есть свое место определенное. Чтобы сейчас люди будут подъезжать, чтобы не было... не сбивать лекцию. Вчера мы раздали вам анкеты, и пожалуйста, кто не получает рассылку... Кто не получил на этот семинар рассылку в виде e-mail и в виде SMS, то просим, кому интересно, чтобы вы сообщали о мероприятиях, пожалуйста, напишите имя, свое город, да, желательно. И для SMS-рассылки, да, да, да. И, то есть, вчера мы не сообщили, куда... Вы можете положить вот туда свои анкеты, или можете положить на стол, где написано «студия Ирины Арты». Туда прям положите просто, да. Мы это все в эту базу сделали. Ну, как-то вот... А у меня вопрос. А вот прожектора можно включить очень на слабый цвет, вот эти боковые прожекторы? А, поменьше сделать? Нет, включить наоборот, потому что меня плохо видно людям, да? Сейчас, сейчас, где-то речь, где-то... Так, добавить прожектора. Вот эти, да, сейчас сделаем? Нет, только боковые, вот эти два. Дим, надо сделать... А наверху... Я сказал? Звук какой-то нечистый. Звук нечистый. Звук нечистый. Плохо слышно, да? Это... Мне кажется, там... Да, какие-то частоты... Это не то, что что-то я тоже чувствую. Сейчас туда... Низких много, да. Низких много. Надо... Да, надо оператору сказать, чтобы нам было всем комфортно, удобно и так далее. Низкие надо убрать и высокие добавить. Раз, два, три. Раз, два, три. Сейчас лучше стал зуб? Нет, так же? Надо сказать оператору, потому что, по идее, его отец настроить нам, как нам надо. Тихо, всё, всё, тихо. Может быть, просто... Там просто видите, он подсоединён... Давайте я сам буду уже говорить. Вы как бы... Всё сказали же, да? Тихо, поэтому давайте начнём. Раз, два, три. Со звуком сейчас лучше стало или нет? Нет. Звук не лучше. Надо что-то делать со звуком. Ага, хорошо. И свет тоже сделать. Вот сейчас звук лучше, да? Получше? Раз, раз. Как вы считаете, звук получше стал? Здесь хорошо. Сзади как? Звук получше? Эхо сильное. Эхо сильное. А вчера было эхо? Да, вчера было эхо. Это похоже такая акустика. Ничего не сделаешь просто. Так зал устроен. Надо убрать эти брожиттора и включить боковые. Те, что вы включили, нельзя включать. Они... Да, вот эти... Их сделать прямо очень слабо. Матовый такой, матовый свет. Ну, примерно так, да. Может, чуть-чуть еще послабее. Чуть-чуть послабее. Ага, все, нормально. Сейчас получше меня видно стало? Там еще у вас были несколько ламп. Там боковых ламп еще несколько было. Другие. Попробуйте их тоже. Ага. Вот так еще парочку включить. На таком же... Сейчас нормально меня видно? Ну, все, так и оставим. Давайте все нормально. Итак, мы с вами вчера говорили о здоровье. Сегодня продолжим. Мы говорили о том, что есть энергия времени. Она влияет на человека. И цель человеческой жизни — это научиться побеждать свою судьбу. Мы должны научиться быть счастливыми. То есть, есть телесное счастье, оно... Энергия счастья тела идет от природы. И мы не знаем об этом. Мы перестали понимать, как люди раньше... Вот, допустим, был такой фильм «Дерцу узала». Кто смотрел, знает, что этот мужчина, он всю жизнь был в лесу, жил в лесу. Находником был там, в лесу жил. И когда его дети решили забрать в дом, он вдруг начал чувствовать себя очень плохо там. Ему что-то не хватало. И он, несмотря на то, что он уже слеп, начал слепнуть, он все равно ушел в лес жить. Почему? Потому что он не чувствовал счастья, живя в замкнутом пространстве. То есть, он был очень старый уже. Но он при этом был здоровый. Только зрение у него страдало. Ну, то есть, мы не имеем такого ощущения, что нам чего-то не хватает в домах, в наших машинах, в самолетах. Потому что человек, в принципе, ко всему привыкает. И его старость захватывает постепенно. Вот, все люди сейчас очень больные. Все до одного, практически. Очень больные. Причина — это неправильная жизнь. То есть, человеку не хватает энергии для того, чтобы жить нормально. И движение. То есть, раньше люди, все люди очень много двигались. Потому что, если ты не будешь двигаться, ты просто не проживешь. Нужно было там поле вспахивать, сажать, убирать урожай. Люди все жили в движении, активно. Сейчас люди сидят за компьютером. А это означает, что энергия не движется внутри, она застывает. Поэтому уменьшаются защитные силы организма, уменьшается возможность быть здоровым. Люди психически начинают страдать. Многие дети слабоумием сейчас страдают. Количество слабоумных детей растет с каждым годом. Потому что, ну, это зависит еще от родителей. Если вы будете на свежем воздухе гулять каждый день, вот, подолгу, то тогда... И плюсы с водой надо контактировать во время беременности тоже. Тогда ребенок будет чувствовать себя лучше, у него будет больше сил, он будет счастлив. Понимаете? Но если мать сидит дома целыми днями, то, соответственно, еще и на высоком этаже, тогда ребенок напрягается там все больше или больше, потом он рождается, и у него напряжение-то сохранется. Если это напряжение в психике, то у него аутизм. А если напряжение в теле, то это ДЦП. Понимаете? Эти виды заболеваний сейчас просто повально, повально. Даже многие здоровые дети, они тоже плохо учатся из-за того, что психика очень напряженная. Я помню, меня в детстве отдали в самбо, 8 лет, в секцию. Меня там гоняли, как сидра у козу. И я стал здоровым, крепким. То есть меня научили там закаливаться, научили... Я чувствовал себя отлично. То есть у меня было хорошее здоровье в детстве. Потому что родители позаботились, дали мне возможность двигаться, активно двигаться. Вот. А сейчас люди все страдают от того, что они неправильно живут. Понимаете? Это как бы все, конечно, смешно, но это факт, что если совсем не мется, уже над чем придется обтираться, потому что иначе просто загнешься. Давайте об этом поговорим побольше. Вот смотрите. Земля дает человеку спокойствие. Если человек двигается просто на свежем воздухе, и у него бессонница, он не может спать, он очень сильно напряжен внутри себя, какой-то стресс. Допустим, он стресс, если он двигается там, где деревья растут. И плюс, как бы, надо понять вот этот момент, что разговаривать не надо. Правильно. То есть надо слушать лекцию, молитву. То есть нужно находиться в состоянии обмена. Понимаете? У нас внутри живет память о себе. Потому что так действует судьба. Допустим, вы идете по лесу и вспоминаете свою жизнь. Я такая несчастная, замученная. У меня все плохо. Вот. Как бы. Никто не водится со мной. И все мои подружки пиявки и лягушки. Вот. Эх, жизнь моя жестянка. А ну ее в болото. Вот. А мне летать, а мне летать охота. Если вы будете так думать, едя по лесу, то вы никакой лечения не получите. Потому что, когда человек идет и думает о себе, то он находится в контакте с собой. И деревья никакие ему не помогут. Потому что в это время он ничего не получает. Ни от земли, ни от деревьев, ни от воздуха. Потому что для того, чтобы что-то получать, нужно совершить подвиг. Этот подвиг называется отвлечься от себя. Надо заставить себя отвлечься от себя. То есть, нужно настроиться на воздух, на солнце, на деревья. И вы скажете, в Челябинске все загазовано, какой воздух, какое солнце. Поймите, что и так загазовано, и так загазовано. Если вы будете двигаться, будет загазовано. И не будете двигаться, будет загазовано. Так лучше уж двигаться, чем не двигаться. То есть, скажете, если я буду дышать в Челябинске, у меня все внутрь пойдет. Так оно и так у вас внутрь все идет. Я к чему говорю, что если вы начнете активный образ жизни, то у вас все будет вентилироваться, проветриваться и очищаться. Организм, когда живет активно, он сам себя восстанавливает, очищает. У меня один родственник, он очень любил мастерить мебель. Он был мебельщиком таком, очень высокого класса. До просто глубокой старости. Он постоянно целыми днями стругал, там забивал гвозди, там клеил. И постоянно. И он жил в городе, в Чапаевске, в котором загазовано в 10 раз больше, чем у вас. Вот я у вас дышу нормально и не почувствовал ни разу, что что-то загазовано. Вот. Нет, живу здесь, как приезжаю, ни разу не почувствовал. Вы говорите, плохой у вас воздух. Но там, в Чапаевске, кто из вас был в Чапаевске? Вы поняли, да, о чем я говорю? Там дышать просто нечем. То есть, там идешь и... Вот. И он ничем не болел, этот человек. Потому что он постоянно был занят любимым трудом. Он постоянно двигался, понимаете? Когда человек двигается, у него все прочищается. У него все в организме нормально становится. И он в результате не болеет. Несмотря на то, что воздух может быть плохим. Конечно, лучше, когда воздух хороший. Лучше жить там, где хороший воздух. Вот. Но даже это, то, что воздух плохой, не является причиной болеть. Понимаете? Допустим, или не двигаться. Допустим, я жил прямо в самом центре Москвы. Вот где уж воздух хуже. Потому что там просто нет этих деревьев. Там на расстоянии 5-10 километров в радиусе просто каменные джунгли. Понимаете? Я прямо в самом центре жил. Возле Арбата. На Арбате работал. Возле Арбата жил. Пешком ходил на работу. 7 лет. И каждый день я или ходил пешком много, или бегал. И я чувствовал себя хорошо. Хотя, несмотря на то, что воздух был плохим. Люди говорят, нельзя дышать там, где плохой воздух. Нельзя есть там, где плохой воздух. И так далее. Понимаете? Как бы это бред полный. Так мыслить. Надо двигаться. Нужно жить. Понимаете? И организм сам очистит себя от всего ненужного. Вот это мышление, что здесь дышать нельзя. Ну попробуйте не дышать тогда. Сколько вы сможете не дышать? 4 минуты и всё. Потом 3 раза ногой дёрнете и всё. На этом всё закончится. Вот. Не дышать человек не может. Поэтому нужно любить свою природу. Если у него другое настроение, то он сокращает продолжительность своей жизни. А особенно, если он находится на природе и пытается вылечиться. Нужно всех любить. Нужно любить природу. И это аскеза. Понимаете? Потому что в голову лезет что-то другое. Как я могу любить? В такой стране живут. Такие люди вокруг окружают. Такая природа, всё заказовано. Как здесь можно быть счастливым? Если вы так будете мыслить, значит вы будете больным и несчастным. Есть ведообъяснять. Есть сознание пчелы, сознание мухи. И пчела, и муха хотят счастья обы. И насекомые счастье чувствуют через сладкий вкус. Все насекомые. Муравьи, пчёлы, все. Как бы у них сладкое это наркотик. И пчела ищет сладкое, и муха ищет сладкое. Но пчела, она летит к пыльце и нектару цветка. Потому что это энергия любви цветка. И она ни на что не отвлекается. Вот летит только к пыльце и нектару. Её больше ничего не интересует. Больше того. Веда объясняет, что когда лотос захлопывается ночью, а пчела там осталась, она даже не замечает, как ночь прошла в отношениях с этим пыльцом и нектаром. Когда опять распускается, она летит назад отдавать это всё пчёлам. Когда она устанет, уже залетается, вот она остаётся в улей. И начинает сама есть этот мёд. И она вся как бы в нём облипает. У неё все крылья в этом мёду. И вот она лежит-то вся такая в мёду. Её пчёлы облизывают в руки. И она опять лежит, летит. Так вся жизнь пчелы проходит. Только любовь и мёд. Любовь и мёд. И всё. Теперь муха. Она тоже летит как бы за сладким вкусом, но по дороге она видит бардак. Видит там кучи. Такой бардак лежит. И она туда залетает. И всю жизнь в этом бардаке. Там у неё её опарыши заводятся. И всё. И вот она так. Надо же разобраться в этом вопросе. Понимаете? И вот она всю жизнь разбирается в этом вопросе. Понимаете? И вся в этом Г живёт потом всю жизнь. И поэтому у человека есть выбор. Или он в Г живёт и разбирается в этом вопросе всю жизнь. Или он все-таки учится видеть чистоту других людей, чистоту природы, красоту. И веды говорят, именно в этом и заключается смысл человеческой жизни. Потому что когда человек учится видеть чистоту, глубину, красоту всего, что его окружает, тогда в этом случае он, несомненно, и помочь другим может, потому что он наполняется этой силой. Ну, допустим, чтобы помочь ребенку, надо принять его судьбу сначала, принять, что он такой, и потом по-доброму начать его менять. Или даже строго с любовью, не имеет значения. Все равно для этого нужна энергия доброты. Но если ты его мучаешь, кричишь на него, злишься, это значит, что ты просто не можешь ему помочь и только хуже ему делаешь. Почему ты так делаешь? Потому что ты не знаешь, как правильно. Правильно это брать силы у Бога и отдавать их людям. Брать силы брать у Бога только можно, если ты любишь этот мир. Понимаете, вот допустим, ты едешь в дороге, люди едут в дороге, даже я приеду. Они тратят силы в этом. Вы даже не представляете, как сильно человек расходуется в это время, когда он так себя ведет в дороге. Это преступление перед своей жизнью, понимаете, как надо себя вести в дороге. Вот так человек должен быть настроен, понимаете. Надо учиться видеть чистоту, красоту во всем. Хоть ты едешь в дороге, хоть что учись, люби людей. Не обращая внимания, если видишь что-то, злится, отворачивайся от него, не контактируй с этими людьми. Они вытягивают силу у всех и сами страдают от этого. Злость означает нежелание жить. У нас есть выбор. Одни люди не хотят жить, другие нет. Вот женщина, допустим, она говорит, я очень сильно болею, нервность тем болеет. Но она болела три месяца назад намного сильнее. Она начала жить правильно. Через два с половиной года она вообще будет намного-намного лучше. Почему? Потому что она выбрала путь победы. Понимаете? Часто люди даже не знают, как победить судьбу и страдают, страдают, страдают. Но сейчас я вам даю это знание. Я вам объясняю, что здоровье человека зависит от аскезы. Но аскезу надо совершать правильно. Я когда начал бегать, я бегал очень медленно. У меня не было сил, ну как бы не было здоровья бегать быстрее. Я бегал всего 500 метров. Я ничего себя не заставлял. Я чувствовал, 500 метров пробежал, я не могу уже, все, хватит. И я бегал каждый день. 500 метров можно каждый день бегать. Потом дальше, когда я начал бегать 5 километров, это постепенно увеличивалось естественным образом. Когда я начал бегать 5 километров, я начал бегать через день. Потому что организм уже не успевал восстанавливаться. Сейчас, когда я бегаю 15 километров, я бегаю раз в 5 дней уже. Но когда я начал бегать, я когда начал бегать больше 15 минут, то с этого момента у меня началось лечение в теле. Как это ознаменовалось? Чем? У меня начало болеть правое колено. Не когда я бегаю. Когда я бегаю, оно не болело. А когда я пробежал, часа через 3-4, потом раз, колено начало болеть. Ну ничего себе. Ребят, спрашиваю своих знакомых, говорю, так бегать нельзя, те стираются суставы, надо ходить с палками. Я говорю, ладно, давайте пойте свою песню, а я буду свою петь. И продолжать начал бегать. Потому что бег это самый естественный способ движения. Нет. Бег самый естественный способ движения. В это время, когда человек бежит, он забывается. Он входит в такое состояние полусонное, такое чистое, светлое. То есть это включается где-то через 15 минут бега. То есть человек как будто бы вот как плывет, понимаете, когда он бежит. То есть он попадает в такое состояние лечебное. Есть даже, я прочитал священописание, что были такие йоги-бегунцы, их называли. То есть они, это вид йоги такой, то есть они ночью спали и бежали во время сна. И они во время сна пробегали до 100 километров. То есть они не спали, вот как мы спим, то есть они все видели, но у них сознание было такое расслабленное, спокойное. И вот он бежит, бежит, бежит. И они жили очень долго. Все жили больше 100 лет. Понимаете, потому что они все время двигались, у них обмен веществ очень сильный был. И все ненужное в организме через результате это движение. Почему, в чем наша проблема? У нас в организме накапливаются ненужные вещества. А вывести организм не может, потому что не хватает энергии для этого. Но если человек двигается, у него энергия вырабатывается ненужная для того, чтобы выводить все ненужное. И организм сам знает, что ему выводить. Сейчас люди думают, что надо как-то вот натравить на организм, на этот сустав там или еще что-то. И организм сам знает, что ему лечить. Вот у меня организм сам знал. Сначала он начал лечить правое колено. У меня такая тревога внутри. А вдруг она будет сильнее болеть. И у меня колено болело полгода. В том раз и перестало болеть. Вот это уже мои товарищи не могли объяснить, которые мне объясняли, что у меня стираются суставы. Потом дальше, как только прошло болеть правое колено, начало болеть сразу два бедра. Мне когда-то тазобедренные суставы не болели. Я как будто на костылях такой хожу, у меня тазобедренные суставы болят. Полгода болели тазобедренные суставы. И прошли. Потом начало левое колено болеть. Потом сердце отболело. А сейчас пробегаю 15 километров, ничего не болит. Все. Все пролечилось, отболело. И постепенно организм начал худеть сам. Я никогда не худел в жизни. Всегда чуть поправлялся. Даже если я постился подолгу, я не худел. Но как только я начал бегать, я начал худеть. Организм сам выбрал себе нужный вес. Он как бы отработал. Сейчас вот он дошел до определенного состояния, больше не худеет. Все. Точку поставил. Ему не надо уже худеть. Понимаете, о чем я сейчас вам говорю или нет? Нам не хватает желания жить. Мы просто не хотим жить. И мы не знаем, что такое жить. Есть психическое состояние жить. А есть физическое состояние жить. Психическое состояние жить, это принимать судьбу и заставить себя принять все, что же Бог не дал. Мою жену, моих детей, моих родителей. Все принять надо. Это называется жить. Значит, уметь любить. А если они делают глупости, надо еще уметь прощать. Это тоже жить. Вот взять, переварить все эти глупости. Понимаете, это означает жить. И потом, когда ты их перевариваешь, они, близкие родственники, начинают исправляться. Оказывается, очищать нужно также не только грубое тело, но и свою жизнь, свою психику. Понимаете, мы об этом тоже будем говорить. Надо все очищать в своей жизни. Отношения тоже надо очищать. И если близкий человек, допустим, тебе не нравится, и ты его бросаешь, ты потом за это будешь отвечать уже. А надо переваривать все это. И он потом начинает нравиться опять, вопреки ожиданиям. Кажется, что он никогда уже не понравится. Нет, понравится. Так устроен этот мир. Он из чудес состоит. Но если человек не хочет жить, тогда, значит, будет страдание и смерть приходить. Что же такое жить? Жить также означает найти цель в своей жизни. А цель жизни — это служение людям, служение Богу, служение стране. Это отдать себя, цель жизни. Ну а если ты не можешь простить, значит, ты останавливаешь свою жизнь. Вот ты не прощаешь человека. Твоя жизнь в отношениях с близкими людьми закончена. Дальше начинаются уроки уже. Не жизнь, а уроки. Если ты считаешь, что у тебя больные колени, и ты не можешь ходить, значит, жизнь заканчивается. У тебя начинаются болезни просто. Потому что если человек думает, что ему лучше теперь меньше ходить, значит, тогда он подписывает себе смертельный приговор. Или человек считает, что ему надо бросить близкого человека. Или он считает, что ему нужно ещё что-то сделать, такое, чтобы ограничивало возможности отношений. На время можно, допустим, человек пьёт близкий. Можно жить отдельно, но не бросать. Это означает жить дальше. Потому что почему он пьёт? Потому что сам пил в прошлой жизни. То есть это не то, что он как бы тебе не повезло. Здесь нет даже тени в этом мире несправедливости. Я точно чувствую, вижу у людей, что он вытворял, человек. И поэтому у меня нет такого ощущения, что какая-то несправедливость. Человек говорит, да что же это такое? Я не могу с ним жить. Но точно так же с тобой они могли жить в прошлом. Нужно понять, что не обязательно тебе мучиться с этим человеком. Можешь пожить отдельно, можешь, допустим, ничего не ждать от него, чуть-чуть дистанцироваться. Надо всегда, человек должен избегать чрезмерных страданий. Жить не означает убиваться ради кого-то. Можно чуть-чуть дистанцию сделать, чтобы спокойнее было. Но не бросать. Потому что если ты кого-то бросаешь, то это все равно, что ты отрезаешь ногу. Конечно, это тоже вариант. Иногда лучше отрезать ногу, чем гангрена будет. Но это крайний случай. Такие тоже бывают случаи. Но очень-очень редко. Это значит, что ты становишься инвалидом, но по крайней мере живешь. Как одна женщина вчера меня спросила. У меня нашли злокачественную опухоль. Она очень маленькая. Я говорю, надо вырезать немедленно. Она не хочет. А я говорю, надо вырезать. Потому что злокачественная опухоль означает, что в эту зону, которую организм не контролирует, то есть появилась зона, которую организм не контролирует, туда попало живое существо другое. Злой дух. И он начинает там развиваться, расти. Цель его жизни — это убить тебя, твою жизнь. Поэтому надо его вырвать оттуда просто. Эта война началась уже. Злокачественную опухоль означает война. Если не можешь совсем его вырвать, тогда хотя бы ему испорти жизнь. Сделай его инвалидом. Вырежи у него кусочек. Потому что это твое тело. На него посяк, брак. Его надо защищать. Началась война. Отрежь кусок злокачественной опухоли. Ослабь ее. Сделай ее слабее. А потом дальше опять то же самое. Длительное движение, пост. Статические упражнения. Есть еще некоторые вещи, которые я бы вам хотел рассказать, которые сейчас в большинстве своем люди не знают. Как это сильно действует на человека. Например, лечение деревьев. Если, допустим, подойти к дереву, которое толще тебя по размеру, и встать к нему спиной, вот так неподвижно, или сесть, если ты уже не можешь стоять, можешь сесть на стул. Раскладные стулья бывают. И если человек стоит возле дерева больше 50 минут, то он даже не представляет, насколько сильно этот человек помогает своему здоровью. Потому что энергия дерева начинает тут же очищать его каналы. И то, что он сам, допустим, йогой не мог сделать, дерево поможет ему это сделать. То есть это как усиленная статика. Лучше выключить этот свет. Вы реально мне портите зрение сейчас. На предпоследнем ряду тот, да, вот именно. Пожалуйста, больше так не делайте. Вы не представляете, как это лупит по глазам. Ну то есть поймите, что этот мир необъятен и очень глубок по своей природе. И вот если человек сидит возле этого дерева, он может быть сам не знает, но начинается очень сильное движение энергии в организме. И вы просто следите за собой. Если вы чувствуете, что вам плохо становится рядом с этим деревом, садитесь к другому. Постепенно, может быть, через 5-6-7 раз вы найдете свое дерево. Сначала просто смотрите взглядом, какое дерево вам больше нравится. Но дерево должно быть толще человека. И тогда оно будет расслаблять, снимать напряжение. А если он тоньше, то оно будет тонизировать, сильно напрягать. Это не нужно. Для лечения это не нужно. Итак, даже если дерево вам нравится, то у каждого дерева, допустим, у каждой сосны одного вида. Есть много-много видов сосен. Но одного вида сосны есть 12 конституций. И одна из этих 12 конституций попадет вам. Вы можете с ней совпасть. И вам станет очень хорошо возле этого дерева. Что значит хорошо? Появится легкость, внутри свежесть и хорошая работоспособность. Вот это ощущение «хорошо» означает легкость, свежесть и хорошая работоспособность. Также спокойствие и умиротворение – это признак здорового состояния человека. Если вам становится сильно жарко, сильно холодно, напряженно, это может временно быть в процессе лечения возле дерева, такие эффекты могут происходить. Но в целом, в конце концов, должно стать легко и хорошо. Если этого не происходит, значит дерево вам не подходит. Если вы находитесь возле дерева больше 25 минут, то начинается лечение. То есть вы сидите или стоите больше 25 минут, начинается лечение организма. А если человек стоит возле дерева порядка час-двадцать, час-тридцать, то это лечение становится настолько глубоким, что может даже помочь очень сильно в лечении злокачественных опухолей. Потому что кора деревьев, вот вы к дереву прислонились, прислоняйтесь к кореям, кора деревьев очищает организм, тонкое тело человека от злокачественных опухолей. Поэтому у нас в центре есть лечение корой деревьев, есть лечение корнями деревьев. Кому-то подходят корни, кому-то кора. Но организм, когда к дереву прислонились, сам выберет, с чем контактировать. Потому что у дерева есть и корни, и кора. И корни, и кора очищают организм. Корни дают энергию огня, иммунитет, хорошее пищеварение, тонус. А кора убирает токсины в организме и дает защитные силы человеку. Не болтайте. Никаких телефонных разговоров здесь. Все слышно. Вот. Понимаете, то есть, кому хорошо лечиться возле деревьев? Возле деревьев хорошо лечиться тем, у кого лишний вес, у кого есть уже онкология, допустим, доброкачественные, злокачественные опухоли. Им особенно хорошо ставить возле деревьев, потому что идет очищение тонкого тела. Но всем остальным людям тоже хорошо ставить возле деревьев. Всем, то есть, это омолаживает человека. Ставить возле деревьев это омолаживает, дает ему силы. И это колоссальные силы лечения. Но не разговаривайте, пожалуйста, я вас спрошу. Не надо, да, лучше прикоснуться спиной. Не обязательно открывать тело, чтобы голое тело, даже через шубу будет воздействовать тень. Некоторые говорят, я не могу возле дерева зимой, стоит холодно. Но вы же можете одеться так, чтобы вам было тепло, и стойте себе сколько хотите. В арешках, как бы, оденьтесь, как бы, и стойте. Наушники там в уши, лекцию слушайте, стоите возле дерева. Самое главное преодолеть барьер вот этот, потому что когда человек делает что-то энергетическое, он всегда привлекает нездоровое внимание. Первое, что произойдет, собаки будут подбегать и гавкать, потому что они завидуют. Понимаете, всегда, когда человек делает для своего здоровья, всегда все начинают гавкать. Вот если, например, вы бросили пить совсем, все начнут гавкать. Да что совсем не пьешь, ну что это такое? Музыка. 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 Музыка.